В объятиях стихии сейчас буквально вся планета. В США пожары, в Индии наводнения, в Индонезии землетрясения. О последствиях самых масштабных катаклизмов Оксана Гашева. В американском штате Калифорния не утихают лесные пожары. Выгорело почти 12,5 тысяч гектаров. В округе Менденсина более 10 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Официально подтверждена гибель шестерых человек. Еще по меньшей мере семь считаются пропавшими без вести. Спасатели обнадеживают. Ситуация под контролем. Мы контролируем область пожара. Пожарные усиленно работают над ликвидацией происшествия. За последний день продвижения огня вглубь города не было. Поэтому настрой у нас самый оптимистичный. Мы уверенно продвигаемся вперед. Жара приносит убытки и в Европе. Чрезвычайная засуха привела к резкому падению урожая в Германии. Глава немецкого союза крестьян призвал правительство ввести чрезвычайное положение и оказать фермерам финансовую помощь в размере около 1 миллиарда евро, чтобы покрыть ущерб. А вот Индия страдает от наводнений. Вода унесла жизни почти полтысячи человек. Повреждены линии передач и дороги. Некоторые селения отрезаны от мира. Затоплены тысячи домов по всей стране. В городе Патна на севере Индии, в одном из госпиталей, вода поднялась настолько высоко, что врачи с трудом пробираются к пациентам. Посмотрите на уровень воды. Я даже не уверен, что врач сможет ко мне дойти. Каким образом нам помогут? Куда идти потом? Я не знаю. Все под водой. Еще одной жертвой суровой погоды стал курорт в Индонезии. Число жертв от землетрясений на острове Ламбок возросло до 16. Еще более полутора сотен травмированы. Накануне там зафиксировали подземные толчки мощностью 6,4 на глубине 7 километров от местного вулкана Ранджани. Погиб один турист. Мы выясняем количество пострадавших и оказываем им помощь, если это туристы, устанавливаем их гражданство. Заблокированными остаются еще почти 700 альпинистов. Из-за стихии завалило горные тропы. Жители безлежащих поселков эвакуируют. Оксана Гашева, подробности, телеканал Интер.